Традиционный конкурс среди работников группы секторов пропаганды и взаимодействия с общественностью принимает областной центр. Здесь на протяжении двух дней определяется самый активный и творческий инспектор. Такие не совсем традиционные критерии и требования профессии. Работник должен уметь интересно и необычно преподнести информацию по безопасности, чтобы запомнилось и применилось. Интересно посмотреть на своих коллег, которые тоже участвуют в мероприятии, узнать их с какой-то другой стороны, посмотреть, как они проводят мероприятия, какие они в проведении мероприятий, может быть, даже научиться чему-то новому. Вот это промежуточное областное звено, оно покажет, кто все-таки свою работу делает лучше всех и может с достоинством представить нашу область в министерстве. Поэтому я думаю, что сделано уже много. Я благодарил своих коллег за ту работу, которую они проводят, потому что телу это немного, и статистика об этом говорит, но все равно, как я говорю, безопасности не бывает много. Мы должны усиливать свою работу, мы больше должны доносить информацию, мы находим новые методы, способы, создавая центры безопасности. Вот мы сегодня обсуждали это, что это одно из перспективных наших направлений, и мы говорим о том, что максимально будем изыскивать возможность в каждом районе создавать такие центры безопасности. Работники групп пропаганды МЧС Брещины творчески презентовали свои служебные задачи и их реализацию, продемонстрировали видео и аудиоролики пропагандистской направленности, представили инновационные социальные проекты, направленные на предупреждение пожаров и гибели людей от них, отдельный блок, работа со средствами массовой информации, написание текстов для публикации на официальном сайте. От грамотной и слаженной работы пропагандиста зависит многое. Зависит очень многое. От правильного планирования, то есть, чтобы тебе хватало времени на выполнение всей твоей работы, до того, чтобы ты был услышанным в своей работе. То есть важно не просто провести какое-то мероприятие, важна отдача. Когда тебя узнают на улицах, когда дети с тобой здороваются, говорят, вы к нам приезжали, я вас помню. Когда руководители, администрация также может с вами обсудить какой-то вопрос, и для них вы считаетесь компетентным специалистом. Вот это очень важно. Выступление инспектора Брестского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Вероники Вавренюк получилось особенно интересным и творческим. И это не случайно. Девушка не раз была героем репортажей и сюжета благодаря своей активности. Например, несколько недель назад она получила третье место на областном конкурсе «Автоледи». Кроме отличных профессиональных качеств и безупречных водительских навыков, Вероника – талантливая вокалистка. Не случайно и почетное первое место в копилке Брестского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Теперь Вероника Вавренюк готовится к большому республиканскому конкурсу, который пройдет уже совсем скоро. Вероника Вавренюк готовится к небольшому республику. Конечно, пос�дим это нею. Удачи в Верхности что ты даст Продолжение следует...